Доктор Кац Пап, просто той работы, которой я хочу, сейчас нет Так ты всё ещё, всё ещё... И я просто хочу уточнить, ты хочешь быть смельчаком? Да, да, хочу и сомневаюсь, что... Ты объявления о работе читаешь, Бен? Читаешь? Конечно, читаю, пап Каждый день читаю И? А что это такое палочка-выручалочка? Это не для тебя А что именно ты ищешь, когда читаешь объявления? В каком разделе? В разделе смельчаки? Хорош, пап Бен, ты куда? Обратно в постель Бен, а как же... Помнишь, мы же говорили про план на будущее? Ага Когда мне было... Когда мне было 10 лет, я хотел стать психиатром в 10 лет Но в 20 лет, когда закончил колледж, я стал работать сутенёром Пришлось Ничего больше не было Но в 20 лет я начал работать на фабрике отца Да? Да И 4 года я работал на фабрике И получил первое повышение с должности лифтёра На должность старшего над всеми лифтёрами и... И он был ручной? Автоматически Здорово Так, Бен Бен, ты поспи И знаешь что? Спасибо Куда ты делал мою волшебную палочку, которую я мог бы убрать со стола? Очень смешно, пап Знаешь... Неужели нельзя хотя бы свою тарелку в раковину положить? Сделай одолжение Ладно, я-то их каждый день мою А вот, чтоб ты мыл, никогда не видел И куда же это ты ходишь мыть тарелки? Знаешь, пап Да? Давай ты помоешь тарелки сегодня, а я завтра Может, надо расписание составить? Раньше-то ведь так и было Это будет по-частному Ага Я на 10 часов ухожу на работу, прихожу домой, готовлю ужин и мою посуду Пап, согласись, ну в смысле... Будет тебя, когда приду с работы Хорошо, пап, понимаешь? Мне пора Убери здесь, пожалуйста Не хочу идти на работу в таком настроении, прошу тебя Ну, давай ещё пару минут поругаемся Бен, Бен В 10 часов мне предстоит общаться со взрослым человеком, считающим, что его ноги ещё не закончили расти Ясно? Ноги не закончили расти? Так он считает, говорит, ступни не до конца выросли Очень переживает Не знаю, что делать В любом случае мне нужно сменить настроение Нужно начинать думать про него, про работу И давай-ка, обними меня и... Давай дружить Кто тебя любит? Я... Кто тебя любит? Я... Кто тебя любит? Я... Я люблю тебя, дурачок Ясно Вопрос без подковырки Лора, мне нужна копия Копия уточненного расписания в кабинете Почему ты... почему ты её не сделала? Чего? Я сказал, мне нужна копия... копия... Стой, подожди Что? Уточненного расписания Мне нужна копия... Я вам перезвоню, ладно? Я разговариваю Да... Да, хорошо Мне тут посидеть? А можно что-нибудь... Что-нибудь почитать? Или посмотреть? Посмотреть или почитать? Я бы... Есть что-нибудь, чтобы мне почитать? Вот, возьмите Спасибо Это... Это история болезни Это хорошо Да, это неплохая Не знаю, могу ли я... Всё нормально, я постоянно читаю Я не знаю, они перестали расти? Ну, как вы узнаете, что ваши ноги окончательно выросли? Когда больше не нужно будет носить сандали Понимаете, Билл, я ведь не ортопед А это похоже к ортопеду Расскажите о своей жене Она медсестра, родом из Канады И это, в общем, всё, что я не знаю Надо было расспросить Этот сон повторяется? Да У вас бывают фантазии о матери? Это она вам сказала? Билл, мы можем поговорить о начале вашей сексуальной жизни? Любое, что... Что пришло в голову, подойдёт Я помню первый раз, когда занимался сексом Я сохранил чек Какая прелесть Вы входили... Входили в колледжи в дружеские компании? В колледже было трудно Я тогда ходил в колледж и носил серьгу Не с булавкой, с прищепкой Одну из маминых с жемчугом Значит, любили украшения? Да Так что было вначале, Билл? Серьга или одиночество? То есть вы не думаете, что это отталкивало людей? Я всегда стеснялся женщин, понимаете И в школе, и в колледже Ну, сегодня это называют выслеживание Ну, я был стеснительный Доктор Катс Так вы поэтому перестали курить? Да, ну, наверное, не хотел, чтобы... Знаете, мой отец много курил Курил много лет Пытался бросить Всё перепробовал Пробовал гипноз Это не помогло Потом попробовал эту штуку со всеми этими иголками Как она называется? Героин? Ему понравилось Понравилось Теперь за уши не оттащишь Вам по-прежнему нравится проводить время с отцом? Если только не надо его никуда везти А почему? Я экзамен на права два раза завалил Первый раз завалил Потому что если кого-то сбить Есть зачёт А во второй раз завалился на устном вопросе Инструктор говорит Твои действия на красном светофоре Ну, не знаю Слушай радио Смотрю по сторонам Я вас слушаю Я Дом Айрера Я к доктору Кацу Дон Дом? Да, Дон Нет, Дом, а не Дон Не Дом и не Дэн А Дом, вам ясно? Как меня это достало? Каждый раз звоню кому-нибудь Здрасте, передайте, что Дом Айрера звонит Дон Феррера? Нет, Дом Айрера Денни Мэри Дом Айрера Дона Мэри Альбергетти Не Дом Айрера Первый раз? Да И поверьте, мне не нужно никакое лечение Эта подружка моя просто достала уже Заполняйте Спасибо Я пошёл на эту, чтобы она успокоилась Ну, в смысле, вы поняли меня Потому что между нами проблема-то, в общем-то, у неё Просто крыша съехала Да, до свидания, крыша Я бы лучше оставила всё это для доктора У вас есть что-нибудь почитать? Нет, мне не нужно, спасибо Да нет, для меня Для меня есть что-нибудь почитать? Нет Господи, вы точно такая же, как она Что читаете? Вам будет неинтересно Давно здесь работаете? Я работаю тут месяца четыре Да, наверное, много чокнутых повидали, да? Как думаете, моя грудь великовата для мужчины? А как вам форма моего лица? Я вас хочу спросить, Билл Каждый раз, когда вы приходите сюда Вы либо от зубного, либо собираетесь к нему Это всё как-то... Мне нравится Почему вам так часто нужно к зубному? У меня зубы кривые Но знаете, нужно было пластинки носить Когда был маленький Но у родителей совсем не осталось денег После путешествия Вот и не было пластинок Какой работой вы сегодня занимались? Я чистил... Чистил зубы у этого... Стоматолога Да? Да, это часть моей работы Она копалась, ковырялась Долбила у меня Всё из десен кровь пошла Она говорит... Говорит, у вас проблемы с зёснами? Они кровоточат Ну, знаете, когда я пришёл к вам Они не кровоточили И, по-моему, это вообще всё из-за вас Вы там чё-то всё расковыряли мне И она не признала свою вину Что они кровоточат? Вообще Вообще? Как вам Гавайи, Билл? Гавайи оказались совсем не такие Как я ожидал увидеть В общем, ну то есть я думал Что все будут носить травяные ёбки Есть кокосовые орехи Носить скорлупу от них на грудях Но, блин, я был один такой Так обломался У вас были проблемы С ночным недержанием мочи В детстве? Нет, в детстве не было Привет, Бен Привет, пап Как ты? Я пришёл сюда за минуту до Ты не поверишь, но, по-моему, я нашёл работу Вот здорово, Бен В какой области? В животноводстве Ты знаком с... Это здорово, отлично Да, да Я мало в этом понимаю, но... Когда начинаешь? Ну, где-то недели через две Просто отлично Здесь, в городе? Да, и это работа на дому Работа на дому в животноводстве? Я что-то не понимаю Ну, я закажу свинью Живую свинью Двух или трёх свиней, пап Я не уверен Думаю, нам нужно будет подробно обсудить это Дома Всё будет классно Это вьетнамские брюхатые свиньи Их заказывают по почте А присылают с Филиппин Что странно, потому что они вьетнамские Их высылают... Всё равно не понимаю Как на этом можно заработать? Ну, я могу их разводить И потом продавать поросят То есть у тебя будет самец-свинья И самка-свинья? Не знаю, я не уточнял Наверное, нужно будет и самца, и самку Уж, наверное Это так классно, потому что свиньи — это хорошие деньги Подожди секунду Лора, скажи Дому, что я немного задерживаюсь Пара минут всего Бен? Пап, пап, да клёвое дело Ведь вот, я вот читал объявление про свиней Так И там сказано Работай дома, делай деньги Это стоящее дело И поэтому... И сколько будет стоить купить пару этих свиней? Ну, они пишут 2999 за свинью За свинью Округли, пожалуйста, Бен И скажи сумму, сколько получается? Две тысячи Больше? Я округлил Округли и сложи Пап, ну, это будет 3 тысячи за свинью 3 тысячи долларов за свинью? За свинью Но можно заказывать больше И если купишь 10 свиней, тебе скинут 10% Доктор Катс Вам кажется, что вы постарели, Дом Как думаете, в чём дело? Мой кузан Джонни говорит мне Ну, типа, я сам не замечаю Типа, это ничего страшного Дома у тебя волосы на затылке выпали? Нет, блин, я тут был у парикмахера Я говорю, знаешь, что я хочу? Можешь выстричь мне волосы по центру И чтоб прическа чем-то напоминала фриар-атака Потому как тёлки с ума сходят от этой байды Как у средневековых монахов Понимаете, Док, мне идёт Вас пугает эта мысль о старении? Да не против я стареть Надеюсь, я не впаду в панику И глупости не наделаю В каком смысле? Не знаю Не бывало у вас так? Видишь, у кого-то ужасный парик И хочется подойти к нему Эй, ты, иди сюда, дай-ка мне, дай мне его Ты кого обмануть собрался, мужик? Ты кого пытаешься обмануть? Ты бы хоть имел совесть и вспомнил зверушку Отдавшую свою шерстенную жизнёшку Из-за тебя клоун с лысой ты башкой Ты посмотри на него Может, это выход? Купить такой хреновый парик Чтобы всем было плевать Чтобы с резинкой на подбородке И чтобы этикетка сзади торчала Может, это выход? Расскажите о своём раннем детстве Всё, что всплывёт в памяти Всё, что вспомните Я учился в католической школе И знаете, какое обращение больше всего бесило этих монашек, док? Знаете? Брателла Они просто бесились Я постоянно к ним обращался Сестра, брателла, брателла, сестра, брателла Брателла, сестра Майкл Винсент Брателла, сестра, брателла У меня куча проблем из-за этого была Да Здрасте Вы, наверное... Лора Лора, да Вау Супер Вот Лора Что? Я Бен Чем могу помочь Бен? Бен Катс Ну, типа я сын доктора Катса Короче Извините, не думала, что у него есть... Он наверняка рассказывал про меня Наверняка Да что-то я не помню Малыш Бенни? Нет Бенни-Бенни? Нет Лос Бенитус? Нет, ничего такого Так ты... Что? Ты секретарша моего отца? Да Ну, типа мы как бы связаны, ты и я Типа как брат и сестра, потому что мы оба работаем на моего отца Ну, в смысле, ты его секретарша, а я его сын Ну, ты врубилась? Врубилась, да? Угу Круто Супер Тебе не пора? Блин Не хочешь сходить чашку кофе выбить там или чё-то? Ух ты, хорошо бы Это было бы супер Клёво Тогда, если кто позвонит, просто бери трубку и говори Приёмная, доктор Акацци, подождите, пожалуйста И жми вот на эту кнопку Да я на самом деле... Я недолго Я имел в виду, что я... я тебя хотел угостить чашкой кофе А можешь просто вернуть деньги, когда я вернусь? Ладно Окей Ваши родители ладили? Мой отец, мой отец, благослови Господь, никогда маму не обманывал Всегда обманывал меня Забирал других детей из школы, водил их в зоопарк, играл с ними в мячик А как-то пришёл ко мне и говорит Слушай, хочу тебе признаться Я встретил другого ребёнка и впервые в жизни почувствовал себя настоящим отцом Мама была за меня, говорит Ты мой сын и всегда будешь моим сыном Живи здесь, пока у тебя будет работа Так со мной обращались в детстве Док, а можно я немножко... Так внутри больно Очень тяжело Тяжело Извините Я обещал себе, что не буду сегодня плакать Я очень извиняюсь Простите меня, док Не сдерживайтесь, прошу вас Иногда так нахлынет Если вы не подумаете о плохом или там чего Мне хочется вас повалить на пол Запрыгнуть на вас сверху и говорить, говорить Давайте-ка поделаем дыхательное упражнение Вам что нравится? Вы... Джаз, танцуете? Я бью чечётку, танцую современно, но не танцую джаз Я часто танцую И джаз, я подумал просто... Я понимаете, к чему это не в тему Я смотрю на вас, и у вас такой зажигательный вид с этой блестящей головой И вы знаете, такой... По-моему, вы... Это грыжа, док, да? Вы чувствуете? Это грыжа, опухоль или что-то вспучило просто в животе? Нет, это ваш члендом Слышите, у меня какой-то хрип в груди Слушайте Слышите хрип? Вы слышите его? Хрип? Нет, я ничего не слышу Это опасно, док? Нет, думаю, вы можете убедить себя, что у вас какие угодно проблемы со здоровьем, но я... От этого можно умереть? Вы можете, ну, просто для разговора... Нет Док, у вас бывает такое чувство голода, что хочется кому-нибудь врезать по роже? Мистер Айрера, как прошёл сеанс? Мне? Мне лучше? Чувствую себя прекрасно, спасибо Вот и чудесно, как будете платить? Он хорош Платить, платить Плачу наличными, наверное Наличными? Хорошо Ну, у меня есть наличка, куча налички Сколько я должен? 150 долларов Опа А в кредит никак? Нет Доктор Кац Я не прошу тебя лебезить, но некоторые из тех, кто сюда приходят, и сами себя-то не очень любят, и нам не стоит усиливать это чувство в них Кому это нам? Ну, то есть... Знаете, я только говорю присаживайте, сейчас он вас примет Если от этого они себя ненавидят, то им лечиться нужно Но неужели нельзя попытаться... Вы, по-моему, не понимаете Вы вообще представляете себе, что это такое весь день иметь дело с психами? Нет Ясно Наверное, я действительно не смотрел на это с вашей точки зрения А что ты знаешь про вьетнамских брюхатых свиней? А что там знать? Нет Брюхатые свиньи? Это вроде как свинья Свинья дня А во Вьетнаме есть свиньи? Есть И теперь на две меньше, потому что со дня на день они появятся в моей квартире Знаешь, я готов поспорить, что вьетнамские свиньи это такие, такие, типа, небольшие, миниатюрные Потому что страна-то маленькая, невозможно... Бен убедил меня, что на них можно заработать Господи, гадость какая Повторить вам, ребята? Да, можно мне оползень на пляже? Хорошо Это же не коктейль Может, может и коктейль Тогда со льдом давай Перестань Ладно, тогда мне просто зинфандель на пляже Стэнли Вы такой странный Не знаю, я просто решил... Как это называется? Диверсификация? Диверсификация вложений Да Да, диверсификация это хорошо Но нужно ее комбинировать Скажем, акционерные паевые фонды со ставкой, допустим, 6-8% Мне записывать? Нет Ясно Я имел в виду, что тебе нужен диверсифицированный портфель И необходимо производить усредненную оценку стоимости акций И среднего процента прибыльности акций Ты сейчас как на другом языке говоришь Для меня все это бессмыслица Я так слабо разобираюсь в финансах Нет, думаю, нет Тебе точно нужно диверсифицировать Тебе нужны паевые фонды, может быть, CD, может быть, LP Я себя чувствую жутко неуверенно, понимаешь? Я прилично зарабатываю, получаю приличные деньги Но я не знаю, что с ними делать, с этими деньгами Тебе нужно... нужно слияние Сведи их все в пол и диверсифицируй Дай-ка я запишу это Потому что завтра я ничего этого не вспомню Слияние и диверсификация Слияние и диверсификация И за год может набежать больше 100 долларов Чистой прибыли Ничего, не знаю Может тебе позвонить финансовому консультанту? Так ты просто дурака валял Сам не понимал, что несешь Но душу вкладывал Переколпаковать, переколпаковать Переколпаковать, перекополковать Еду по выбоине, никак не выйду Еду по выбоине, никак не выйду Еду я по выбоине? Да, по выбоине Знаете, что бы я хотел сейчас сделать? Нет, Доминик, не знаю Хотел бы лечь на вас сверху Разложить вас на полу И улечь на вас сверху, док Плоский пол, двое парней на полу Лицом к лицу А потом я бы надел на вас большое красное шифоновое вечернее платье И кружился бы с вами по дому Не как геи, а как викинги Как два единственных викинга, насквозь пронизанных нордическим духом Так что могут кружить друг друга, не испытывая никаких гомосексуальных опасений Вы представляете, я держу рога вашего металлического шлема Это же не значит, что я гей, или что-то там такое, да? Так, знаете, что это за музыка? Сеанс окончен Играет музыка Озвучено по заказу телеканала Дважды Два This has been a presentation from Comedy Central Играет музыка Играет музыка